Всем привет, с вами Набгай и сегодня мы поговорим про очень интересную и важную тему, когда начинать строить военные заводы. Я очень часто вижу, когда игроки не понимают, зачем им нужна промышленность, когда переставать строить фабрики, или насколько на самом деле цифки редко окупаются даже в длинную игру. Так что если вы еще вдруг не подписаны, если не подписывайтесь, не забывайте про дискорд, твич, то мы переходим к эксперименту. Смотрите, мы будем производить столько пехотное оружие, чтобы посчитать просто молотки. По исследованиям я буду идти по промышленным техам и немножко бафать все скорости исследования. Другие техи нам не важны. И в рамках теста я пойду в рассредоточенную промышленность. Я бы сказал, немножко разница есть, но все тесты будут под одной и той же промышленностью, поэтому я считаю достаточно честно. И на любой дистанции и те, и те бафы, и лишний объем отсюда, и здесь базовая эффектность производства работает. Поэтому я считаю все еще это честно. По фокусу мы возьмем Рейнскую область, пойдем по такому достаточно статартному билду, потом выйдем в исследование танков и только потом пойдем в промышленность. Это такой достаточно статартный билд, который вовремя делает танки, потом делает авиацию, берет все инфраструктуру, военные заводы. По политке мы возьмем себе сначала Геббельса, затем сядем сразу на военную экономику, потом ставим шахта и функа. Больше нам ничего не нужно, кроме еще концертной промышленности, когда это наступит. Нужно отметить, что на Германии очень низкий фактор фабрик до войны. Можно сказать, что здесь немножко пожадничать может быть несколько выгодным. Но опять, мы будем все билды тестить на одном и том же наборе переменных. Так что поехали. Ну и мы протестируем, пожалуй, три сценария. Первый, я бы сказал, такой нежадный. Второй, нечто среднее. И третий, максимально жадный. То есть мы перестанем строить фабрики в августе 37-го, то есть как бы за два года перед войной. Января 38-го и в мае-июне 38-го. Соответственно, запишем все циферки, которые мы можем получить, и их проанализируем. Поехали. И так как я играю на Германии в этом прогоне, у меня есть мефа, я буду убирать мефа 1-го сентября на всех прогонах, чтобы они также были по всем условиям одинаковые. Итак, я сделал прогоны, давайте теперь проанализируем полученные мною цифры. Замечу, что абсолютно все исследования я делал точно такие же. То есть я рашил промышленность, я рашил темпы исследования. Причем на вот этих прогонах, на прогонах средней жадности и очень большой жадности, я начинал их исследовать еще раньше, потому что логично, если вы пытаетесь построить побольше цивок, то вы хотите побыстрее зарашить промку, так как вы как бы делаете фокус на промышленности. Несмотря на это, цифры говорят сами за себя. Во-первых, вы можете заметить, что в некоторые моменты военок здесь даже меньше. Почему? Потому что на Германии просто закончились слоты. И это вполне себе нормальная ситуация. Более того, у меньшей страны слоты бы закончились еще где-то в 41-40-м. Понятное дело, что у какой-нибудь Америки или, возможно, Советского Союза они бы закончились еще позже, чем у Германии. Но мы говорим про среднюю страну. То есть в один момент с Келлиса даже было некуда. Если предположить, что у вас есть 100% инфраструктура и бесконечное количество слотов, то, конечно, какой-то средний вариант может быть еще чуть более выгодным. Потому что, когда у вас заканчиваются слоты, вы, во-первых, начинаете строить в слотах с меньшей инфраструктурой. Во-вторых, когда у вас совсем заканчиваются слоты, вам остается либо конвертить, что я начал делать здесь вот где-то в 42-м году, либо строить инфраструктуру, что тоже я успел сделать здесь перед тем, как начал конвертить. Поэтому слоты и качество инфраструктуры – это факторы, которые очень сильно играют против жадного билда. Но это не все. Если вы посмотрите, то разница в военках на самом деле, ну, действительно минимальна. Даже вот при такой вот небольшой разнице, да, в фабриках. Всего лишь плюс 3 военки мы получаем за вот такую вот перестройку фабрик и за вот такую нехватку платков, которые, несмотря на то, что мы вот в этом прогоне чуть-чуть быстрее исследовали технологии, все еще не догоняет аж в 43-м году раннюю постройку военок. И я бы не сказал, что это раннее, это нормальная постройка военок. Напоминаю, условия прогонов были практически идентичные. Только во втором и третьем прогоне мы чуть раньше исследовали технологию, то есть второй и третий прогон технически чуть-чуть сильнее первого. То было не учтено. Конечно, когда вы делаете не только пехотку, вы делаете разные снаряжения, вам также требуется закупать ресурсы. Кроме того, вам также нужно строить, допустим, какую-нибудь синтетику, авиабазы, радары. Понятное дело, что при большем количестве фабрик это делать проще. И некая ценность в фабриках, конечно, все еще есть. Кроме того, кто-то еще мог бы сказать, что ты же не переключал снаряжение, ты же не перебрасывал заботы. Да, это правда, но это просто базовые молотки. Вы бы делали это на всех прогонах, поэтому делать это только на каком-то одном прогоне или двух, или под определенных условиях не вижу смысла. Потому что это именно базовые молотки, которые вы уже как-то модифицируете, сделая из них более дорогие молотки, какое-то дорогое снаряжение, переключаете, не переключаете. Так какой же путь самый выгодный? Кто-то может сказать, что тогда, наверное, средний, потому что разница не такая большая, а тебе еще что-то нужно строить. Плюс слоты ты, наверное, там позахватываешь, еще что-то. В целом в этом есть доля правды, но вряд ли для мультиплеера, потому что в мультиплеере тебе нужно выживать каждый молоток. И вот эта вот нехватка условных 100 тысяч пехотки, опять не забываем, мы можем это конвертировать в другое снаряжение, вполне себе может стать решающей, понести за собой большую потерю других каких-то молотков, то есть вам не хватает дивизий, вам не хватает, может, самолетов, из-за этого вы похуже размениваете, вы теряете еще больше. Если вы закупаете ресурсы, вам, в принципе, скорее всего смогут трейдбекать эти самые фабрики. То есть в мультиплеере смысла идти по среднему пути просто нет. В синглплеере можно идти вообще по любому пути, вы, в принципе, скорее всего по любому пути победите. Но, наверное, для сингла чуть более выгоден второй, потому что вам нужно все самому делать, вам никто не будет трейдбекать, вам нужно будет строиться во всех ботах. Но если говорить про чисто военные заводы и их разведенные молотки, то первый путь, я не знаю, где-то только в 44-м, наверное, в 45-м, будет выдавать меньше молотков, чем второй. И эти даты, опять-таки, тоже очень условные. Более того, в модах, если там изменена экономика, а часто в модах меняет экономику, то фабрики, может, надо будет строить дольше, может, наоборот, вообще почти что не строить. Но нужно понимать, что ранняя постройка военок очень сильно окупается. Мало того, что другими путями вы не то чтобы сильно перестроите этих военок на дистанции, так еще и все это время эти военки будут давать вам молотки, которые вы действительно догнать практически не сможете. На этом все. С вами был Дабгей. Обязательно подписывайтесь. Если вы еще вдруг не подписаны, лайки, комментарии, твискорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.